Братья Аркадий и Борис Стругацкие. Обитаемый остров. Часть первая. Робинзон. Глава первая. Максим приоткрыл люк, высунулся и опасливо поглядел на небо. Небо здесь было низкое и какое-то твердое, без этой легкомысленной прозрачности, намекающей на бездонность космоса и множественность обитаемых миров. Настоящая библейская твердь. Гладкая и непроницаемая. Твердь эта, несомненно, опиралась на могучие плечи местного атланта и равномерно фосфорисцировала. Максим поискал в зените дыру, пробитую кораблем, но дыры там не было. Там расплывались только две большие черные кляксы, словно капли туши в воде. Максим распахнул люк настиж и соскочил в высокую сухую траву. Воздух был горячий и густой, пахло пылью, старым железом, раздавленной зеленью, жизнью. Смертью тоже пахло, давней и непонятной. Трава была по пояс, неподалеку темнели заросли кустарника, торчали кое-как унылые, кривоватые деревья. Было почти светло, как в яркую лунную ночь на земле, но не было лунных теней и не было лунной туманной голубизны. Все было серое, пыльное, плоское. Корабль стоял на дне огромной котловины с пологими склонами. Местность вокруг заметно поднималась к размытому неясному горизонту. И это было странно, потому что где-то рядом текла река, большая и спокойная, текла на запад, вверх по склону котловины. Максим обошел корабль, ведя ладонью по холодному, чуть влажному его боку. Он обнаружил следы ударов там, где и ожидал. Глубокая неприятная вмятина под индикаторным кольцом. Это когда корабль внезапно подбросило и завалило на бок, так что киберпилот обиделся и Максиму пришлось спешно перехватить управление. И зазубрино возле правого зрачка. Это 10 секунд спустя, когда корабль положила на нос и он окривел. Максим снова посмотрел в зенит. Черные кляксы были теперь едва видны. Метеоритная атака в стратосфере. Вероятность 0,00. Но ведь всякое возможное событие когда-нибудь да осуществляется. Максим просунулся в кабину, переключил управление на авторемонт, задействовал экспресс-лабораторию и направился к реке. Приключения, конечно, но все равно рутина. Скука. У нас в ГПС даже приключения рутинные. Метеоритная атака, лучевая атака, авария при посадке. Авария при посадке, метеоритная атака, лучевая атака. Приключения тела. Высокая ломкая трава шуршала и хрустела под ногами. Колючие семена впивались в шорты. С зудящим звоном налетела туча какой-то мошкары, потолкалась перед лицом и отстала. Взрослые солидные люди в группу свободного поиска ГСП не идут. У них свои взрослые солидные дела. И они знают, что все эти чужие планеты в сущности своей достаточно однообразны и утомительны. Однообразно-утомительны. Утомительно-однообразны. Конечно, если тебе 20 лет, если ты ничего толком не умеешь, если ты толком не знаешь, что тебе хотелось бы уметь, если ты не научился еще ценить свое главное достояние – время, если у тебя нет и не предвидится каких-либо особенных талантов, если доминантой твоего существа в 20 лет, как и 10 лет назад, остается не голова, а руки да ноги, если ты настолько примитивен, что воображаешь, будто на неизвестных планетах можно отыскать некую драгоценность, невозможную на Земле. Если… 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 Но тогда, конечно. Тогда бери каталог, раскрывай его на любой странице, ткни пальцем в любую строчку и лети себе. Открывай планету, называй ее собственным именем, определяй физические характеристики, сражайся с чудовищами, буди таковые найдутся. Вступай в контакты, буди найдется с кем. Робинзонь помаленьку, буди никого не обнаружишь. И не то чтобы все это напрасно. Тебя поблагодарят, тебе скажут, что ты внес посильный вклад, тебя вызовет для подробного разговора какой-нибудь видный специалист. Школьники, особенно отстающие и непременно младших классов, будут взирать на тебя с почтительностью. Но учитель при встрече спросит только «Ты все еще в ГСП?» и переведет разговор на другую тему. И лицо у него будет виноватым и печальным, потому что ответственность за то, что ты все еще в ГСП, он берет на себя. А отец скажет «Хм». И неуверенно предложит тебе место лаборанта. А мама скажет «Максик, но ведь ты неплохо рисовал в детстве». А Олег скажет «Сколько можно? Хватит срамиться». А Дженни скажет «Познакомься, это мой муж». И все будут правы, все кроме тебя. И ты вернешься в управление ГСП и, стараясь не глядеть на двух таких же остолопов, роющихся в каталогах у соседнего стеллажа, возьмешь очередной том, откроешь наугад страницу и ткнешь пальцем. Прежде чем спуститься по обрыву к реке, Максим оглянулся. Позади топорщилась распрямляясь примятая им трава, чернили на фоне неба корявые деревья и светился маленький кружок раскрытого люка. Все было очень привычно. Ну и ладно, сказал он себе, от каждого по способностям. Хорошо бы найти цивилизацию, мощную, древнюю, мудрую и человеческую. Он спустился к воде. Река действительно была большая, медленная и простым глазом было видно, как она спускается с востока и поднимается на запад. Рефракция здесь, однако, чудовищная. И видно было, что другой берег пологий и зарос густым тростником, а в километре вверх по течению торчат из воды какие-то столбы и кривые балки, перекошенные решетчатые фермы, мохнатые от вьющихся растений. Цивилизация, подумал Максим без особенного азарта. Вокруг чувствовалось много железа, еще что-то чувствовалось неприятное, душное, и когда Максим зачерпнул горстью воду, он понял, что это радиация, довольно сильная и зловредная. Река несла с востока радиоактивные вещества, и Максиму стало ясно, что проку от этой цивилизации будет немного, что это опять не то, что контакта лучше не затевать, а надо проделать стандартные анализы, раза два незаметно облететь планету по экватору и убираться во свояси, а на Земле передать материалы угрюмым, многоповидавшим дядям из комиссии галактической безопасности и поскорее забыть обо всем. Он брезгливо отряхнул пальцы и вытер их о песок, потом присел на корточки и задумался. Он попытался представить себе жителей этой планеты, вряд ли благополучной. Где-то за лесами был город, вряд ли благополучный город, грязные заводы, дряхлые реакторы, сбрасывающие в реку радиоактивные помои, некрасивые дикие дома под железными крышами, много стен и мало окон, грязные промежутки между домами, заваленные отбросами и трупами домашних животных, большой ров вокруг города, подъемные мосты, хотя нет, это было до реакторов и люди. Он попытался представить себе этих людей, но не смог. Он знал только, что на них очень много надето, они были прямо-таки запакованы в толстую грубую материю и у них были высокие белые воротнички, натирающие подбородок. Потом он увидел следы на песке. Это были следы босых ног. Кто-то спустился с обрыва и ушел в реку. Кто-то с большими широкими ступнями, тяжелый, косолапый, неуклюжий, несомненно гуманоид, но на ногах у него было по шесть пальцев. Постановая и кряхтя сполз с обрыва, проковылял по песку, с плеском погрузился в радиоактивные воды и, фыркая и храпя, поплыл на другой берег, в тростники, не снимая высокого белого воротничка. Яркая голубая вспышка озарила все вокруг, словно ударила молния. И сейчас же над обрывом загрохотало, зашипело, затрещало огненным треском. Максим вскочил. По обрыву сыпалась сухая земля, что-то с опасным визгом пронеслось в небе и упало посреди реки. Подняв фонтан, брызг, в перемешку с белым паром. Максим торопливо побежал вверх по обрыву. Он уже знал, что случилось, только не понимал, почему, и он не удивился, когда увидел на том месте, где только что стоял корабль, клубящийся столб раскаленного дыма, гигантским штопором уходящий в фосфористирующую небесную твердь. Корабль лопнул. Лиловым светом полыхала керамитовая скорлупа. Весело горела сухая трава вокруг, пылал кустарник и занимались дымными огоньками корявые деревья. Яростный жар бил в лицо, и Максим заслонился ладонью и попятился вдоль обрыва. На шаг, потом еще на шаг, потом еще и еще. Он пятился, не отрывая слезящихся глаз от этой великолепной красоты жаркого факела, сыплющего багровыми и зелеными искрами. От этого внезапного вулкана, от бессмысленного буйства распоясавшейся энергии. Нет, от чего же потеряна, думал он. Явилась большая обезьяна, видит меня нет, забралась внутрь, подняла палубу. Сам я не знаю, как это делается, но она сообразила. Сообразительная такая была обезьяна, шестипалая. Подняла, значит, палубу. Что там в кораблях под палубой? Словом, нашла она аккумуляторы, взяла большой камень и трах! Очень большой камень, тонны в три весом, и с размаху здоровенная такая обезьяна. Доконала она все-таки мой корабль своими булыжниками. Два раза в стратосфере и вот здесь. Удивительная история. Такого, кажется, еще не бывало. Что же мне, однако, теперь делать? Хватится меня, конечно, скоро, но даже когда хватится, то вряд ли подумает, что такое возможно. Корабль погиб, а пилот цел. Что же теперь будет? Мама? Отец? Учитель? Он повернулся спиной к пожару и пошел прочь. Он быстро шел вдоль реки, все вокруг было озарено красным светом. Впереди металась, сокращаясь и вытягиваясь, его тень на траве. Справа начался лес. Редкий, пахнущий прелью, трава сделалась мягкой и влажной. Две большие ночные птицы с шумом вырвались из-под ног и низко над водой потянули на ту сторону. Он мельком подумал, что огонь может нагнать его, и тогда придется уходить вплавь, и это будет малоприятно. Но красный свет вдруг померк и погас совсем. И он понял, что противопожарные устройства, в отличие от него, разобрались все-таки, что к чему, и выполнили свое назначение с присущей им тщательностью. Он живо представил себе закопченные, оплавившиеся баллоны, нелепо торчащие посреди горячих обломков и спускающие тяжелые облака перофага. И очень с собой довольные. «Спокойствие», — думал он. «Главное не порвать горячку. Время есть. Собственно говоря, у меня масса времени. Они могут искать меня до бесконечности. Корабля нет, и найти меня невозможно. А пока они не поймут, что произошло, пока не убедятся окончательно, пока не будут полностью уверены, маме они ничего не сообщат. А я уж тут что-нибудь придумаю». Он миновал небольшую прохладную торпь, продрался сквозь кусты и оказался на дороге. На старой, потрескавшейся бетонной дороге, уходящей в лес. Он подошел к краю обрыва, ступая по бетонным плитам, и увидел ржавые, обросшие в юном фермы, остатки какого-то крупного решетчатого сооружения, полупогруженные в воду. А на той стороне продолжение дороги, едва различимое под светящимся небом. По-видимому, здесь когда-то был мост. И, по-видимому, этот мост кому-то мешал, и его свалили в реку, отчего он не стал ни красивее, ни удобнее. Максим сел на край обрыва и спустил ноги. Он обследовал себя изнутри, убедился, что горячки не порят, и стал размышлять. Главное, я нашел. Вот тебе дорога. Плохая дорога, грубая дорога, и к тому же старинная дорога, но все-таки это дорога. А на всех обитаемых планетах дороги ведут к тем, кто их строил. Что мне нужно? Пищи мне не нужно. То есть я бы поел, но это работают дремучие инстинкты, которые мы сейчас подавим. Вода мне понадобится не раньше, чем через сутки. Воздуху хватает, хотя я предпочел бы, чтобы в атмосфере было поменьше углекислоты и радиоактивной грязи. Так что ничего низменного мне не нужно. А нужен мне небольшой, прямо скажем, примитивный нуль-передатчик со спиральным ходом. Что может быть проще примитивного нуль-передатчика? Только примитивный нуль-аккумулятор. Он зажмурился, и в памяти отчетливо проступила схема передатчика на позитронных эмиттерах. Будь у него детали, он бы собрал эту штуку в два счета, не раскрывая глаз. Он несколько раз мысленно проделал сборку, а когда раскрыл глаза, передатчика не было. И ничего не было. Робинзон, подумал он, с некоторым даже интересом. Максим Крузо. Надо же, ничего у меня нет. Шорты без карманов и кеды. Но зато остров у меня обитаемый. А раз остров обитаемый, значит, всегда остается надежда на примитивный нуль-передатчик. Он старательно думал о нуль-передатчике, но у него плохо получалось. Он все время видел маму, как ей сообщают. Ваш сын пропал без вести. И какое у нее лицо. И как отец трет себе щеки и растерянно озирается. И как им холодно и пусто. Нет, сказал он себе. Об этом думать не разрешается. О чем угодно, только не об этом, иначе у меня ничего не получится. Приказываю и запрещаю. Приказываю не думать и запрещаю думать. Все. Он поднялся и пошел по дороге. Лес, вначале робкий и редкий, понемногу смелел и подступал к дороге все ближе. Некоторые наглые молодые деревца взломали бетон и росли прямо на шоссе. Видимо, дороге было несколько десятков лет. Во всяком случае, несколько десятков лет ею не пользовались. Лес по сторонам становился все выше, все гуще, все глуше. Кое-где ветви деревьев переплетались над головой. Стало темно. То справа, то слева в чаще раздавались громкие гортанные возгласы. Что-то шевелилось там, шуршало, топотало. Один раз в шагах в двадцати впереди кто-то приземистый и темный, пригнувшись, перебежал дорогу. Звенела мошкара. Максиму вдруг пришло в голову, что край настолько запущен и дик, что людей может не оказаться поблизости, и добираться до них придется несколько суток. Дремучие инстинкты пробудились и вновь напомнили о себе. Но Максим чувствовал, что здесь вокруг очень много живого мяса, что с голоду здесь не пропадешь, что все это вряд ли будет вкусно, но зато интересно будет поохотиться. И поскольку о главном ему было думать запрещено, он стал вспоминать, как они охотились с Олегом и с егерем Адольфом. Голыми руками хитрость против хитрости, разум против инстинкта, сила против силы, трое суток, не останавливаясь, гнать оленя через бурелом, настигнуть и повалить на землю, схватив за рога. Оленей здесь, возможно, и нет, но в том, что здешняя дичь съедобна, сомневаться не приходится. Стоит задуматься, отвлечься, и мошкара начинает неистово жрать. А, как известно, съедобный на чужой планете с голоду не умрет. Недурно было бы здесь заблудиться и провести годик-другой, скитаясь по лесам. Завел бы себе приятеля, волка какого-нибудь или медведя. Ходили бы мы с ним на охоту, беседовали бы. Надоело бы, конечно, в конце концов. Да и не похоже, чтобы в этих лесах можно было бродить с приятностью. Слишком много вокруг железа, дышать нечем. И потом, все-таки, сначала нужно собрать нульпередатчик. Он остановился, прислушиваясь. Где-то в глубине чаще раздавался монотонный глухой рокот. И Максим вспомнил, что уже давно слышит этот рокот, но только сейчас обратил на него внимание. Это было не животное и не водопад. Это был механизм. Какая-то варварская машина. Она храпела, взрыкивала, скрежетала металлом и распространяла неприятные ржавые запахи. И она приближалась. Максим пригнулся и, держась поближе к обочине, бесшумно побежал навстречу, а потом остановился, едва не выскочив сходу на перекресток. Дорогу под прямым углом пересекало другое шоссе. Очень грязное, с глубокими безобразными колеями, с торчащими обломками бетонного покрытия, дурно пахнущее и очень-очень радиоактивное. Максим присел на корточки и поглядел влево. Рокот двигателя и металлический скрежет надвигались оттуда. Почва под ногами начала вздрагивать. Оно приближалось. Через минуту оно появилось. Бессмысленно огромное, горячее, смрадное, все исклепанного металла, попирающее дорогу чудовищными гусеницами, облепленными грязью. Не мчалось, не катилось, перло. Горбатая, неопрятная дребезжа, отставшая на листами железо, начиненная сырым плутонием, пополам с лантонидами, беспомощная, угрожающая, без людей тупое и опасное. Перевалилась через перекресток и поперла дальше, хрустя и визжа раздавливаемым бетоном, оставив за собой хвост раскаленной духоты, скрылась в лесу и все рычала, ворочалась, взревывала, постепенно затихая в отдалении. Максим перевел дух, отмахнулся от мышкары. Он был потрясен. Ничего столь нелепого и жалкого он не видел никогда в жизни. Да, подумал он, позитронных эмиттеров мне здесь не достать. Он поглядел вслед чудовищу и вдруг заметил, что поперечная дорога не просто дорога, а просека, узкая щель в лесу, деревья не закрывали над нею небо, как над шоссе. Может догнать его, подумал он, остановить, погасить котел. Он прислушался. В лесу стоял шум и треск. Чудовище ворочалось в чаще, как гиппопотам в трясине. А потом рокот двигателя снова начал приближаться. Оно возвращалось. Снова сопение, рык, волна смрада, ляск и дребезг. И вот оно опять переваливает через перекресток и прет туда, откуда только что вышло. Нет, сказал Максим. Не хочу я с ним связываться. Не люблю я злых животных и варварских автоматов. Он подождал, пока чудовище скрылось, вышел из кустов, разбежался и одним прыжком перемахнул через развороченный зараженный перекресток. Некоторое время он шел очень быстро, глубоко дыша, освобождая легкие от испарений железного гиппопотама, а затем снова перешел на походный шаг. Он думал о том, что увидел за первые два часа жизни на своем обитаемом острове, и пытался сложить все эти несообразности и случайности в нечто логически непротиворечивое. Однако это было слишком трудно. Картина получалась сказочной, а не реальной. Сказочным был этот лес, набитый старым железом. Сказочные существа перекликались в нем почти человеческими голосами, как в сказке старая заброшенная дорога вела к заколдованному замку, и невидимые злые волшебники старались помешать человеку, попавшему в эту страну. На дальних подступах они забросали его метеоритами, ничего не получилось, и тогда они сожгли корабль, поймали человека в ловушку, а потом натравили на него железного дракона. Дракон, однако, оказался слишком стар и глуп, и они, наверное, уже поняли свою промашку и готовят теперь что-нибудь посовременнее. «Послушайте», — сказал им Максим, — «я ведь не собираюсь расколдовывать замков и будить ваших литургических красавиц. Я хочу только встретиться с кем-нибудь из вас, кто поумнее, кто поможет мне с позитронными эмиттерами». Но злые волшебники гнули свое. Сначала они положили поперек шоссе огромное гнилое дерево. Затем разрушили бетонное покрытие, вырыли в земле большую яму и наполнили ее тухлой радиоактивной жижей. А когда и это не помогло, когда мошкара притомилась кусать и разочарованно отстала, уже к утру выпустили из леса холодный злой туман. От тумана Максиму стало зябко, и он пустился бегом, чтобы согреться. Туман был липкий, маслянистый, попахивал мокрым металлом и тлением. Но вскоре запахло дымом, и Максим понял, что где-то неподалеку горит живой огонь. Занимался рассвет. Небо засветилось утренней серостью, когда Максим увидел в стороне от дороги костер и невысокое каменное строение с провалившейся крышей, с пустыми черными окнами, старое, заросшее мохом. Людей видно не было, но Максим чувствовал, что они где-то неподалеку, что они недавно были здесь и, может быть, скоро вернутся. Он свернул с шоссе, перескочил придорожную канаву и, утопая по щиколотку в гниющих листьях, приблизился к костру. Костер встретил его добрым первобытным теплом, приятно растревожившим дремучие инстинкты. Здесь все было просто. Можно было, не здороваясь, присесть на корточки, протянуть руки к огню и молча ждать, пока хозяин, также молча, подаст горячий кусок и горячую кружку. Хозяина, правда, не было, но над костром висел закопченый котелок с остро пахнущим варевом, по удаль валялись два каких-то балахона из грубой материи, грязный полупустой мешок с лямками, огромные кружки из мятой жести и еще какие-то железные предметы неясного назначения. Максим посидел у костра, погрелся, глядя на огонь, потом поднялся и зашел в дом. Собственно, от дома осталась только каменная коробка. Сквозь проломленные балки над головой светлело утреннее небо, на гнилые доски пола было страшно ступить, а по углам росли гроздья малиновых грибов. Ядовитых, но если их хорошенько прожарить, вполне годных к употреблению. Впрочем, мысль о еде сразу пропала, когда Максим разглядел в полутьме у стены чьи-то кости вперемешку с выцветшими лохмотьями. Ему стало неприятно, он повернулся, спустился по разрушенным ступенькам и, сложив ладони рупором, заорал на весь лес. Ого-го, шестипалые! Эхо почти мгновенно увязло в тумане между деревьями. Никто не отозвался, только сердито и взволнованно зацокали какие-то пичуги над головой. Максим вернулся к костру, подкинул в огонь веток и заглянул в котелок. Варева кипела. Он поглядел по сторонам, нашел что-то вроде ложки, понюхал ее, вытер травой и снова понюхал. Потом он осторожно снял сероватую накипь и стряхнул ее на угли. Помешал варева, зачерпнул с краю, подул и, вытянув губы, попробовал. Оказалось недурственно, что-то вроде похлебки из печени та хорга, только острее. Максим отложил ложку, бережно двумя руками снял котелок и поставил на траву. Потом он снова огляделся и сказал громко «Завтрак готов!». Его не покидало ощущение, что хозяева где-то рядом, но видел он только неподвижные, мокрые от тумана кусты, черные корявые стволы деревьев, а слышал лишь треск костра да хлопотливую птичью перекличку. «Ну ладно», сказал он вслух. «Вы как хотите, а я начинаю контакт». Он очень быстро вошел во вкус. То ли ложка была велика, то ли дремучие инстинкты разыгрались не в меру, но он и оглянуться не успел, как выхлебал треть котелка. Тогда он с сожалением отодвинулся, посидел, прислушиваясь к вкусовым ощущениям, тщательно вытер ложку, но не удержался и еще раз зачерпнул с самого дна этих аппетитных, тающих во рту коричневых ломтиков, похожих на трепанги, совсем отодвинулся, снова вытер ложку и положил ее поперек котелка. Теперь было самое время утолить чувство благодарности. Он вскочил, выбрал несколько тонких прутиков и отправился в дом. Осторожно ступая по трухлявым доскам и стараясь не оглядываться на останки в тени, он принялся срывать грибы и нанизывать на прутик малиновые шляпки, выбирая самые крепкие. Вас бы посолить, думал он, да поперчить немного, но ничего, для первого контакта сойдет и так. Мы вас подвесим над огоньком, и вся активная органика выйдет из вас паром. И станете вы объедение, и станете вы первым моим взносом в культуру этого обитаемого острова. А вторым будут позитронные эмиттеры. И вдруг в доме стало чуть-чуть темнее, и он тотчас же ощутил, что на него смотрят. Он вовремя подавил в себе желание резко повернуться, сосчитал до десяти, медленно поднялся и неторопливо, заранее улыбаясь, повернул голову. В окно смотрело на него длинное темное лицо с унылыми большими глазами, с уныло опущенными углами губ. Смотрело без всякого интереса, без злобы и без радости. Смотрело не на человека из другого мира, а так, на докученное домашнее животное, опять забравшееся, куда ему не велено. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и Максим ощущал, как уныние, исходящее от этого лица, затопляет дом, захлестывает лес и всю планету, и весь окружающий мир, и все вокруг стало серым, унылым и плачевным. Все уже было и было много раз, и еще много раз будет, и не предвидится никакого спасения от этой серой, унылой, плачевной скуки. Затем в доме стало еще темнее, и Максим повернулся к двери. Там, расставив крепкие короткие ноги, загородив широкими плечами весь проем, стоял сплошь заросший рыжим волосом коренастый человек в безобразном клетчатом комбинезоне. Сквозь буйные рыжие заросли на Максима глядели буравящие голубые глазки, очень пристальные, очень недобрые и тем не менее какие-то веселые, может быть по контрасту с исходившим от окна всемирным унынием. Этот волосатый молодчик тоже явно не впервые видел пришельцев из другого мира, но он привык обходиться с этими надоевшими пришельцами быстро, круто и решительно, без всяких там контактов и прочих ненужных сложностей. На шее у него висела на кожаном ремне толстая металлическая труба самого зловещего вида и выхлопное отверстие этого орудия расправы с пришельцами он твердой грязной рукой направлял прямо Максиму в живот. Сразу было видно, что ни о высшей ценности человеческой жизни, ни о декларации прав человека, ни о прочих великолепных изобретениях высшего гуманизма, как и о самом гуманизме он слыхом не слыхал, а расскажи ему об этих вещах, не поверил бы. Однако Максиму выбирать не приходилось. Он протянул перед собой прутик с нанизанными грибными шляпками, улыбнулся еще шире и произнес с преувеличенной артикуляцией. «Мир! Дружба!» Унылая личность за окном откликнулась на этот лозунг длинной неразборчивой фразой, после чего очистила район контакта и, судя по звукам снаружи, принялась наваливать в костер сухие сучья. Взлохмоченная рыжая борода голубоглазого зашевелилась, и из медных зарослей понеслись рыкающие, взрёбывающие, лязгающие звуки, живо напомнившие Максиму железного дракона на перекрестке. «Да!» — сказал Максим, энергично кивая. «Земля! Космос!» — он ткнул прутиком в зенит и рыжебородый послушно поглядел на проломленный потолок. «Максим!» — продолжал Максим, тыча себя в грудь. «Мак-сим!» — «Меня зовут Максим!» — для большей убедительности он ударил себя в грудь, как разъярённая горилла. «Максим!» «Мах-сим!» — рявкнул рыжебородый со странным акцентом. Не спуская глаз с Максима, он выпустил через плечо серию громыхающих и лязгающих звуков, в которой несколько раз повторялось слово «Мах-сим!» В ответ на что невидимая унылая личность принялась издавать жуткие, тоскливые фонемы. Голубые глаза рыжебородого выкатились, раскрылась желтоватая пасть, и он загоготал. Очевидно, неведомый Максиму юмор ситуации дошёл, наконец, до рыжебородого. Отсмеявшись, рыжебородый вытер свободной рукой глаза, опустил своё смертоносное оружие и сделал Максиму недвусмысленный знак, означавший «А ну, выходи!» Максим с удовольствием повиновался, он вышел на крыльцо и снова протянул рыжебородому прутик с грибами. Рыжебородый взял прутик, повертел его так и сяк, понюхал и отбросил в сторону. «Э, нет!» — возразил Максим, «Вы у меня пальчики оближите!» Он нагнулся и поднял прутик. Рыжебородый не возражался, он похлопал Максима по спине, подтолкнул костру, а у костра навалился ему на плечо, усадил и принялся что-то втолковывать. Но Максим не слушал. Он глядел на унылого. Тот сидел напротив и сушил перед огнём какую-то обширную грязную тряпку. Одна нога у него была босая, и он всё время шевелил пальцами. И этих пальцев у него было пять. Пять, а вовсе не шесть. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание, за то, что слушаете, за то, что смотрите видео на моём канале. И если хотите поддержать меня, то, пожалуйста, не скрывайте это своё желание. Если можете поддержать меня финансово, это будет отличной благодарностью с вашей стороны. Можно это сделать на Boosty, на Patreon, на Paypal.me, на Donation Alerts. Все ссылки я оставляю в описании. А если поддержать финансовые возможности сейчас нет, то подписывайтесь на соцсети, которые есть в описании, и расшаривайте видео с теми, кому они могут быть интересны. Это тоже будет отличной благодарностью с вашей стороны. А я постараюсь выпускать видео чаще, более стабильно, и видео более интересные и более качественные. Всё, спасибо за внимание. С вами был Владимир Успенский. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok